Игорь Бокий – золотой парень. На Паралимпиаде в Токио он завоевал 5 наград высшей пробы, всего в копилке Бобрущанина, таких 16 медалей. Он уже без преувеличения, живая легенда, но чемпионами не рождаются, ими становятся. У нашего героя все началось в 6. Спорткомплекс лесной, родной для Игоря. В этом бассейне он делал первые шаги в плавании, упражнения на тренажерах, баланс, статика для равновесия. Каждый день. Благодаря упорству появились хорошая растяжка и выносливость. Прошло 17 лет – ностальгия. Первое чувство, которое появляется в этом месте, вспоминает первого тренера. К ней я попал с самого детства, но родителей завели. И к ней в группу отдали – Познякова и Наталья Юрьевна. Начинал в старом бассейне, где кинотеатр «Товарищ», там церковь уже построили. А сюда перешел попозже, уже как бы там группы сюда взрослые только ездили, там через, не знаю, через 2-3 года, наверное. Начал здесь тренироваться уже. Поначалу признается, в успех он не верил. Пара Олимпиада и вовсе была чем-то недосягаемым. В бассейн привели родители. Они дали тогда мальчишке возможность попробовать свои силы в этом виде спорта. А помните свое первое выступление? Какие это были соревнования? Первое свое выступление, наверное, все-таки здесь оно было. Такие соревнования проходили на базе бассейна Леснова. Не знаю, как они, не помню, назывались. Маленький был. И тогда занял, по-моему, третье место. Ну, собственно, с того момента мне начало нравиться плавание заниматься. И вот появляется азарт, жажда победы. Но проблемы со зрением дают о себе знать. Тогда целью стала пара Олимпиада. Воля и труд – все перетрут. Сейчас Игорь Бокий – мастер своего дела. Позади двое игр. В Лондоне и Рио. Результаты впечатляющие. 11 золотых медалей, 1 бронза и серебро. Дальше подготовка к Токио. В 2020-м из-за ковида турнир перенесли. Сейчас все соревнования проходят под таким куполом, никуда не выпускают, ни из гостиницы, ни из бассейна. Возят, получается, в специальном транспорте автобусами из гостиницы в бассейн и все. То есть никуда попасть больше не можешь. 2021-й. МОК принимает решение игром быть. Игорь Бокий отправляется в Токио. Вид – баттерфляй. 100 метров. 7 соперников. 4-я полоса. Категория – С-13. Побручанин побеждает еще одно золото в копилке. По итогам же пары Олимпиады Игорь завоевывает 5 наград высшей пробы. Какая дистанция для тебя была самой сложной? Ну, наверное, первая. Первая всегда такая дистанция достаточно тяжело дается. Тем более сейчас после акклиматизации было сложно и непонятно. По возвращению на родину чемпиона тепло встречают. В Минском аэропорту жена, родители, тренер, мама. Искусство немножко про Игоря. Какие у него этапы были в становлении? Может быть, самые сложные какие-то моменты? Ну, самый сложный этап был, когда мы занимались по здоровым, плавали. И потом нам, как бы, врачи сказали, что допуск мы есть. Ну, все. Нам надо было кидать плавание. Теперь новые цели. Сейчас Игорь Бокий восстанавливается. Через месяц начнутся тренировки. В планах подготовку к чемпионату мира 2022. После которого и к летним паралимпийским играм в Париже. Ольга Васенда, Дмитрий Шевцов. Итоги недели.